Здравствуйте, уважаемые друзья! Миндут, уважаемые земляки! Я бы хотел обратиться к вам по предстоящему голосованию за или против оправы Конституции Российской Федерации, который назначен на 1 июля. Моё мнение, что идти на это голосование надо. Голосовать надо, скорее всего, против. Но, опять же, если вы за, то я вам своё мнение не навязываю. Почему я голосую против? Во-первых, из-за обновлений президентских сроков. Во-вторых, меня как калмыка по национальности волнуют некоторые поправки, которые направлены на ликвидацию самой Федерации. Это поправки о том, что русский язык — это язык государствообразующего народа и о том, что на территории Российской Федерации могут устанавливаться в федеральной территории с публичными органами власти. То есть это вопрос возможного укропления субъектов. Идти почему нужно идти? Возможно, вы думаете, что за вас всё решили, за вас проголосуют и так далее. Но, к сожалению, это, возможно, отчасти правда, потому что у нас выборы превращены в фальсификацию и убросы. Но если вы придёте вы, за вас ваш голос никуда не уйдёт. Поэтому идти голосовать надо. Всем спасибо. Когда Конституция реально действует, а власть в этом случае, только в этом случае, никогда не посмеет поставить, переставить эксперименты над людьми. А ревизия и её норм, продиктованная политической конъюнктурой, прямой путь к кризису власти и к расшатыванию органов власти, опасных государственных конфликтах. В этой связи хотел бы ещё раз подчеркнуть. Вопрос о поправках, ведущих к принципиально новой Конституции в нашей стране, на повестке дня не стоит. Даже в самые трудные кризисные времена, мы знаем об этих временах, власть не поддалась тогда соблату поправить Конституцию под себя. В конечном итоге прошло на пользу и власти, и государству. Позвольте предложить тост за Конституцию России, за достаток и счастье граждан нашей страны. Ресурсы Конституции далеко не исчерпаны. И об этом должны хорошо помнить те, кто пытается спекулировать на теме возможных поправок к основному закону. Уже сейчас могу сказать, я против того, чтобы кто бы то ни был, и какими бы соображениями благими он не руководствовался, нарушил Конституцию нашей страны. Мы никому не позволим нарушать ни Конституцию Российской Федерации. Я сам её не нарушаю. И не позволю никому это делать. Все будут действовать только в рамках закона. Очень бы хотелось надеяться, что наш основной закон Конституции будет актуальным не только на момент принятия, не только через 20 лет, но и на более длительную перспективу. При этом жизнь не стоит на месте, и конституционный процесс нельзя рассматривать как окончательно завершённый, мёртвый, точечные коррективы других глав основного закона, идущие от правопринятельной практики, от самой жизни, конечно, возможно, а порой и необходимы. Я никогда не менял Конституции, не делал это, тем более, под себя. И у меня нет таких планов и на сегодняшний день. Вместе с тем, высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали. И, полагаю, возможным обозначить здесь и свою позицию. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые, считаю, вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России, как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие. Продолжение следует...